Радиотерапия 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 Радиотерапии Радиотерапия его энергии проникает на расстояние до 1 мм. Лечением дифференцированного рака щитовидной железы, как правило, всегда является хирургическое, локально-регионарное, в зависимости от клинической ситуации. Пациенты всегда получают супрессивную или заместительную гормональную терапию или тероксином, и большинство пациентов долечивается на втором этапе после тиреоидоктомии, плюс-минус лимфоденоктомии долечивается йодом с целью аблации тиреоидного остатка, с адевантной целью для удаления микрометастазов и также с терапевтической целью для лечения отдаленных метастазов. Дистанционная лучевая терапия и химиотерапия имеют ограниченные показания, как правило, у резистентных пациентов или у пациентов с локальными олигометастазами, например, в косте или в головной мозг. В группе низкого риска стандартно лучевая терапия с радиоактивным йодом не рекомендована, может быть показана радиоиотаблация в маленьких активностях до 30 миликюри в случаях агрессивного гистологического варианта, в случае Т1-Б, в случае микрометастазирования и у пациентов старше 45 лет. В группе промежуточного риска всегда пациенты получают радиоаблацию ремнанта щитовидной железы в минимальных дозах 30 миликюри или адювантную лучевую терапию. Здесь мы имеем больший дозовый разброс 100-150 миликюри. В группе высокого риска пациенты должны всегда получать лечение радиоактивным йодом до прогрессирования радио-йод-резистентности с целью повышения выживаемости. И с терапевтической целью высокодозная лучевая терапия всегда проводится от 3,7 ГБК до 7,4 ГБК, в зависимости, опять же, от конечной ситуации. Соответственно, суммируя, в группе низкого риска радио-терапия не осуществляет вклад в поживаемость пациентов и в снижение смертности, а в группе промежуточного высокого риска той или иной активности радио-терапия должна выполняться всем пациентам. НССН всегда более структурно отвечает на наши вопросы. Рутинная радио-терапия не показана при соблюдении всех критериев. Это классический вариант папиллярного рака. Размер первичной опухоли менее 2 см. Осутствие распространения за пределы капсулы щитовидной железы. В случае, когда пациент через 6-8 недель после выполнения оперативного вмешательства пациенту выполняется исследование тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину, антитела должны быть минимальными, тиреоглобулин меньше 1, не стимулированный. Радио-терапия показана выборочно у пациентов, начиная с распространения Т2, при гистологии высокого риска, при наличии метастазов в лимфатические узлы или мультифокальным распространением и при уровне послеоперационного нестимулированного тиреоглобулина выше 10. Всем пациентам радио-терапия показана в случае Т3 и далее, в случае наличия отдаленных метастазов, в случае уровня нестимулированного тиреоглобулина послеоперационного более 10 нанограмм на миллилитр. Соответственно, суммируя, радио-терапия не показана у пациентов при совокупности факторов при классическом варианте популярного рака Т1-БТ2 без роста тиреоглобулина и антител. И индивидуальная радио-терапия показана при наличии совокупности факторов – это размер первичной опухоли, агрессивное гистологическое строение, поражение лимфатических узлов, рост послеоперационного тиреоглобулина или антител. Ну, возраст пациента здесь самый наименее позначимый критерий. Соответственно, после оперативного вмешательства на щитовидной железе пациенты должны быть сертифицированы по группам риска. Также рекомендовано у пациентов, отнесенных в группу промежуточного и высокого риска, проводить синтеграфию всего тела со 123 или со 131 йодом. При отсутствии захвата или минимальном захвате радиофармпрепарата в ложе щитовидной железы, при условии нефиксирования роста тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину, радиотерапия не проводится. Если захват доказан в ложе щитовидной железы, проводится радиотаблация или одевантная радиотерапия. У нас различные комбинации активности могут быть использованы в зависимости от клинической ситуации. Соответственно, если есть захват в метастатических очагах, мы уже видели такие картинки, проводится радиотерапия уже в лечебном режиме высокими активностями. Противопоказания к радиотерапии точно такие же, как и для дистанционной лучевой терапии, декомпенсация сопутствующих заболеваний беременности, лактация, гипопластическое состояние костного мозга, тяжелой степени печеночной почечной недостаточности, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Почему? Потому что йод – это препарат пероральный или в виде капсулы, или в виде жидкости. И неконтролируемое поведение при психиатрических заболеваниях, потому что лечение связано с закрытым режимом. Нам нужно, чтобы пациент вел себя предсказуемо. Радиотерапия проводится после 2-4 недель отмены л-тероксина или без отмены с использованием рекомендантного человеческого ТТГ. И спустя 2-4 недели параллельно соблюдение без йодовой диеты. Как правило, достаточно оказаться от рыбы и морепродуктов. Касательно отсрочного проведения радиотерапии у пациентов, кому была проведена компьютерная томография с йодсодержащим контрастом. Сколько людей, столько и мнений. Но последние рекомендации, на которых я остановилась, это требуется выждать 8 недель после проведения контрастного исследования. Процедура радиотерапии крайне проста и ограничена нормами радиационной безопасности. Йод вводится перорально, пациент проводит 2-3-4 койка дня на закрытом режиме в специализированной палате. По достижении его эквивалентной дозы на расстоянии метра ниже 20 микрозивертах может быть выписан. Супрессивная терапия л-тероксином начинается не сразу, а спустя 2-3 суток после введения йода. Сантиграфия, планарная ли или эффект КТ, а то и то и то, а проводится на 3-4 сутки после приема йода. Вот так выглядит наше отделение. Как вы видите, ничего здесь страшного нет. Пациентам почему-то очень сильно обеспокоят вопросы, выпадут ли волосы, есть ли в палате окно. Рациональные вопросы, да, соответственно, окно есть, не страшно. Мы прекрасно представляем, что пациенты у нас гостят до 4-х койка дней. Иногда бывает больше в зависимости от определенных биохимических показателей, в зависимости от фонового уровня. Соответственно, попытались организовать работу отделения и пребывание пациентов наиболее комфортно. Фасовка радиоактивного йода, капсульного и жидкого проводится индивидуально для каждого пациента, специально для этого созданном оборудовании, в фасовочном боксе. Мы проводим исследования и на гаммокамере, и на аппарате аффект КТ. Соответственно, если есть возможность совмещать оба исследования или проводить просто аффект КТ, это на самом деле для пациента и для его дальнейшего наблюдения намного лучше. Что мы получаем? Мало дать йод, нужно еще посмотреть, где он распределяется у пациента. Видим накопление, например, в остатках ткани щитовидной железы в послеоперационном ложе, или видим накопление в лимфатических узлах, в костях, здесь видно первое левое ребро, или метастазы в легке. После радиотерапии, естественно, пациенты по всем правилам искусства должны наблюдаться у онколога и эндокринолога по месту жительства, должны отслеживаться его уровни ТТГ и Т4, в зависимости от которого определяется дозировка с пассивной тироксина. Также фиксируются уровни тироглобулина и антителок тироглобулина, проводятся в УЗИ, послеоперационного ложе и лимфоузлов, и в группе промежуточного и высокого риска проводится ежегодная, ну или по показаниям синтеграфия всего тела с натрия 1-123, остеосинтеграфия по показаниям, индивидуально для каждого пациента. Уровень тироглобулина и антителок тироглобулина проводится в зависимости от клинических ситуаций каждые 3-6-12 месяцев, или по показаниям, чем дольше пациент и его доктор видят хорошие результаты, тем исследования проводятся реже. В случае отсутствия ультразвуковых изменений, в случае низкого тироглобулина и отсутствия нарастания уровня антителок тироглобулина пациент переводится на динамическое наблюдение. При подозрении на рецидив проводятся более углубленные исследования, МРТ, КТ с контрастированием, с синтеграфией, рентгенографией, компьютерной томографией грудной клетки, ПЭТ-КТ, кстати говоря, тоже. Ну и самый наш бич – это радиорезистентность. Как правило, это 5-10% пациентов, которые лечились и у нас, и у моих коллег. Чем больше, пропорционально, конечно, объему выборки, чем больше мы пациентов видим, тем уже чаще и чаще встречаем радиорезистентных пациентов. И последние годы-два появились пациенты, слава богу, коллеги звонят, спрашивают, что делать в таком случае, когда первично поступает пациент на хирургическое лечение с невероятной распространенностью заболевания. То есть это и местно распространенные, и метастазы в лимфоузлы шеи, и внутригрудные лимфатические узлы, метастазы в печени, метастазы в легкие. Тут, конечно, йод не будет иметь такой прекрасный лечебный эффект, тут пациенты все-таки должны переводиться сразу же на ингибиторы тирозинкеназа. Соответственно, не будем, наверное, еще раз останавливаться на критерии радиодорезистентности, все мы их знаем. Чем больше работаем, тем больше встречаем таких пациентов. Если йод не копится по результатам аффекта КТ хотя бы в одном опухолевом очаге, это минус. Если пациенты прогрессируют на фоне радиотерапии и не добиваются положительных эффектов от лечения радиоактивным йодом при больших суммарных терапевтических активностях, более 22 ГБК или 600 мл. Я уже даже стала в диагнозах писать, за сколько курсов суммарно пациент накопил активность за все периоды лечения, когда он поступает раз в 3-4-6 месяцев. Вот такие пациенты встречаются. Был мужчина в ноябре 2016 года с метастазами в легкие. Тириоглобулин был некриминальный, 61,6 нанограмм. Антитела были маленькие. И, соответственно, метастазы в легкие мы нашли и на планарной гаммокамере и подтвердили на аффект КТ. А в мае 2017 года уже при тириоглобулин естественно низком, при антителах таких же низких йод не накапливается. Вот что здесь с этим делать? Здесь поможет только ПЭТ-КТ. Понять, живы метастазы в легких или нет, потому что ПКТ рубцы на легких также останутся. Соответственно, пациент сделал ПЭТ-КТ. По ПЭТ-КТ очаги за его 3 курса радиотерапии не накапливали 18 флюороза дезоксиглюкоза. Пациент сейчас находится под динамическим наблюдением. А есть и такие товарищи. Это дама, которая у меня получила 5 курсов радиотерапии 16 по 20 год. Высокая активность, уже практически подпороговая 19 ГБК. Перед первым ее лечением тиреоглобулин был огромный, выше 1000 нанограмм. При низких уровнях антител получили накопление диффузное по метастазам в легкие. С 2016 года, после 3 курсов радиотерапии, была переведена, поскольку не видели мы улучшения, тиреоглобулин не снижался, антитела оставались примерно такими же, не видели улучшения по аффект КТ. С 2019 года пациентка начала получать линвотениб, и к 2021 году тиреоглобулин уже снизился, антитела снизились, и на сантеграфии всего тела, на аффект КТ мы получили уже намного меньшее интенсивное освещение и захвата йода. Соответственно, пациентка переведена полностью на таргет. Ну и сколько работаем, тем больше получаем информации о географии нашей страны. Кстати говоря, касательно сразу, сразу переключаясь на вопросы о доступности радиотерапии, совершенно мне вообще непонятные препоны назначения радиотерапии и оформления документов, маршрутизации пациентов на лечение радиоактивным йодом, потому что центров много, и во всех регионах нашей страны, и в Центральном, и в Сибирском регионе, и в Северо-Западе. Принцип получения медицинской помощи один и тот же для каждого гражданина нашей страны, тут просто никаких препонов быть не должно. Спасибо огромное, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok